как все-таки складывался институт брака в Средние века. Христианская церковь в первые века своего существования не могла прийти к единому мнению по этому вопросу, и контролировать брак начала только к X веку, а кое-где и к XIII веку. Как же тогда люди женились в раннее Средневековье и по каким законам? В основном это были законы и традиции, унаследованные от античных времен. То есть римское право, а также местные брачные традиции, германские, франкские, скандинавские и так далее. Поэтому, каким бы странным это теперь не казалось, в период раннего Средневековья и даже в начале Высокого Средневековья брак не был ни моноганным, ни нерасторжимым. Высокопоставленные мужчины нередко имели по несколько жен, не считая наложниц. Да, это в христианской Европе. Да, христианские короли, герцоги и прочие феодалы. Даже когда церковь начала решительно настаивать на христианских браках, одна жена могла быть венчанной, а остальные нет. Это привело к тому, что венчанная в церкви жена имела более высокий статус. Но это не означало, что остальные жены становились наложницами. Все это осложнялось еще и существованием конкубината. В Римской империи так называлось сожительство свободного мужчины со свободной женщиной, обычно ниже его по статусу, без заключения брака. Как к этому относиться, церковь поначалу не представляла. Что это? Блуд? А если человек живет только с одной женщиной? И что хуже, жить с конкубиной или иметь двух законных, но не венчанных жен? Раннехристианская церковь смотрела на это достаточно либерально. В постановлении Толецкого собора, 398 год, говорилось, «Тот, кто не имеет жены, но имеет вместо жены конкубину, не должен отлучаться от причастия. Однако, да будет довольствоваться он союзом с одной женщиной, будь она женой или конкубиной, что его больше устраивает». Однако, со временем, ее терпимость все уменьшалась, пропорционально тому, как росло значение христианского брака. Жены Моры Донико Латинский термин «Моры Донико» буквально переводится на «датский манер» или по датскому обычаю. В ранне-средневековой Европе так называли брак, заключенный по старому скандинавскому обычаю без участия христианской церкви. Браком Моры Донико сочетался, например, герцог Ролла, основатель нормандской династии, которого вывели в качестве одного из главных героев в популярном сериале «Викинги». Брак с Гизеллой Французской был частью сделки Ролла с ее отцом, Карлом Простоватым. Но кроме нее, венчанной жены, если она вообще существовала, у Ролла была еще жена Моры Донико, некая поппа из Байо, под которую у него и родился наследник, Вильгельм Длинный Меч. Возможно, после смерти Гизеллы, Ролла даже обвенчался с поппой. История повторилась с их сыном. Вильгельм Длинный Меч был женат на Литгарде де Вермондуа, но у него была еще некая спота в качестве то ли конкубины, то ли жены Моры Донико. Конкубины или гражданский брак Кто такая конкубина? Термин пришел из римского права и означает наложницу, то есть женщину, живущую с мужчиной, постоянно. В некоторых случаях даже ведущую с ним совместное хозяйство, но не связанную с ним зарегистрированными перед лицом законно отношениями. Фактически конкубинат, то, что сейчас стало принято называть гражданским браком. Конкубина могла жить с мужчиной, как жена, вести его дом, иметь с ним общих детей и так далее. Могла жить отдельно, особенно если у него уже была жена, как содержанка. Но, в отличие от жены Моры Донико, она не имела никаких прав. Мужчина мог в любой момент сказать ей, «Извини, дорогая, я полюбил другую» и выставить ее на улицу. Но и она тоже могла от него уйти, и, например, выйти замуж за другого, и мужчина не мог вернуть ее законным способом. Свободные отношения, как говорится. Поскольку документов из глубины Средневековья до нас дошло мало, отличить венчанную жену от жены Моры Донико бывает очень сложно. Да и жену Моры Донико от конкубины тоже. Вопрос конкубин озадачивала церковь. С одной стороны, церковь однозначно осуждала внебрачные отношения, как грех. С другой стороны, как можно было определить статус конкубины? В иерархическом обществе каждая женщина имела свой статус. Девица, замужняя женщина, вдова, монахиня. Девицей конкубина не была точно, но не была и проституткой, потому что еще и римский закон, на который в своих рассуждениях сильно опирались моралисты Средневековья, определял проститутку как женщину, которая делает себя доступной более чем для двух мужчин. А канонический закон, главным признаком проституции, определял беспорядочность половых отношений. Конкубина была женщиной одного мужчины, и в этих отношениях не было никакой беспорядочности. Поэтому римляне и позднее средневековые церковные теологи и юристы были склонны рассматривать связь мужчины с наложницей как неформальный брат. Конкубину и ее любовника связывала не только плотская страсть, но и то, что канонисты определяли как супружеская привязанность. То есть здесь имела место эмоциональная привязанность, сильно соприкасающаяся с концептом любви. Епископ Руфинус, живший в XII веке, определял отношения мужчины с конкубиной как временный тип брака, канонический законник юго-пизанский, как тайный брак. На примере нормандской династии хорошо видно, что в период раннего средневековья даже для герцогов не имело значения, от кого иметь детей, а джон или наложниц все имели равные права и могли наследовать земли и титул. Но в высокое средневековье все изменилось. Церковь сумела настоять на своем и на смену прежним запутанным, но либеральным брачно-семейным традициям пришел христианский брак, единый и нерасторжимый. Правда, прижился он не сразу. Много споров возникает между детьми одного и того же отца, который имел нескольких жен. Бомануар рассматривал различные ситуации, пытаясь определить, кого из детей можно считать законными наследниками, а кого нет, потому что они рождены в плохом браке. Можно было бы предположить, что плохим браком он считал неосвященной церковью, но даже в XIII веке это еще было не самым главным. Плохим союзом Бомануар называл прежде всего сожительство замужней женщины с женатым мужчиной, а также сексуальные отношения замужней женщины с несколькими мужчинами. Причем главной проблемой таких плохих союзов он считал вовсе не моральные сложности, а то, что в таких случаях невозможно определить отцовство ребенка. А это, в свою очередь, вело к тому, что и наследниками такие дети быть не могли, и что еще хуже, они не знали о своем родстве, поэтому в следующем поколении брат мог случайно жениться на сестре. Еще одна форма плохого союза наличие наложниц у женатого мужчины. Тут причина была из разряда морально-нравственных, поскольку такая ситуация позорила жену. Бомануар даже допускал, что жена в подобных обстоятельствах имела право требовать не развода, конечно, ведь христианский брак нерасторжим, но отделение от мужа, то есть фактической свободы при формальном сохранении брачного союза. Однако ошибочно было бы считать, что нехристианский брак к XIII веку и жил себе и полностью осуждался. Если некий мужчина, дворянин, имел от некой женщины, с которой он жил, энсуньетаж, сына, а потом женился на другой, от которой тоже имел сына, а впоследствии, после смерти супруги, он сочетался законным браком, стоя от которой имел энсуньетаж, сына, то старшим его наследником по правам на наследство будет его младший сын, рожденный в первом законном браке. Соньетаж — аналог брака Моры Даника, то есть не церковный брак. Церковный брак на первом месте, но и дети от Суаньтажа тоже не исключаются из числа наследников, просто они становятся как бы наследниками второй очереди. И это мнение ни одного бомануара. Если почитать официальные церковные документы, становится очевидно, что мнение церкви было примерно таким же, хоть и высказывалось более осторожно. Вот что говорится, например, в пенитенциалии Олена Лильского, первые годы XIII века. При расследовании случаев сожительства мужчин и женщин, не освященных церковным браком, следует принять во внимание, являлась ли женщина супругой кого-либо или нет. «Если женщина незамужняя, и если тот, кто ее, познает холост, то это меньше грех, если женат, больше грех. Если же женат и познает замужнюю, тяжелейший грех. Если же холостяк познает незамужнюю, учесть, лишил ли он ее девственности. Если же он познал недевственницу, учесть, сколько раз он ее познал, ибо это увеличивает грех». Церковь была против сожительства вне христианского брака, но если так живут свободные от других обязательств люди, это не слишком серьезный грех, и причина такой осторожности в суждениях была проста. Без церковного благословения по-прежнему жили множество людей, и церкви приходилось лавировать, чтобы не отталкивать от себя такую большую часть прихожан. Ни включение в XII веке брака в число основных христианских таинств, ни распространение так называемой компромиссной его модели, учитывающей и теологические светские традиции его истолкования, еще не означали превращение канона христианского брака во внутренний императив для всех мирян. Наряду с церковными браками бытовали, особенно в среде неженатых, и иные виды супружеских союзов. Их статус и их терминологическое обозначение не были, как мы видели, тождественными. Среди рыцарства и знати эти союзы, суаньтажи, допускаемые светским правом, могли охватывать чуть ли не всю жизнь, от молодости, когда они чаще всего возникали, до зрелости или старости, когда, скажем, после смерти законной жены к ним вновь возвращались. Что касается простолюдинов, то в их среде подобные союзы подвергались, вероятно, наименьшей социально-правовой регламентации. И, быть может, именно поэтому мы о них реже всего слышим. Стоит вспомнить и о браках в среде самих церковников. Ведь строгий целебат прижился не сразу. Фактически настаивать на нем официальная церковь стала тогда же, когда занялась внедрением христианского брака. Поэтому большая часть священников тоже были женаты. И когда для мирян наилучшим путем был объявлен церковный брак, а для клира, безбрачия, священники наставляли прихожанцы читаться законным браком, а сами зачастую жили с неофициальными женами и конкубинами, потому что официально жениться им запретили. Жак де Ветри упоминает священника, который, будучи поставлен епископом перед выбором, сохранить либо приход, либо конкубину, предпочел покинуть приход. В известной истории Абеляра и Элоизы благочестивая и ученейшая Элоиза, уже имевшая от Абеляра сына, настойчиво отказывалась от церковного брака. Хотя наименование супруги, Оксар, писала она Абеляру, представляется более священным и достойным Санкстиус Ачеваледиус, «Мне всегда было приятнее называться твоей подругой, Арника, или если ты не оскорбишься твоей сожительницей, конкубина или любовницей, Скорта». Сопротивляться церковному браку Элоизу заставляли и справедливые опасения, что это отразится на карьере Абеляра как магистра богословской школы. В конечном счете, Абеляр и Элоиза сочетались, как известно, браком тайн. О внебрачных союзах клириков говорится и в других норовоучительных произведениях XI-XIII веков. В пломах французских королей еще и в начале XII века ряду младших чинов церковной иерархии официально разрешался в избежании разврата законный брак. Кто выиграл от христианского брака? Как ни странно, женщины. Единый моногамный, нерасторжимый христианский брат поднял авторитет женщин. Да, они по-прежнему являлись сосудами греха в глазах церковных авторитетов и по-прежнему были во многом недееспособны, всегда оставаясь на попечении мужчины, обычно отца или мужа. Но жесткая позиция церкви в отношении того, что жена может быть только одна и навсегда, вознесла статус замужней женщины на недосягаемую прежде высоту. Мужчина больше не мог сменить надоевшую жену, не мог взять себе вторую и даже держать в доме конкубину не всегда мог. Церковь это осуждала и в случае жалобы со стороны жены вставала на защиту ее интересов. Более того, это постепенно произвело переворот и в сознании людей. Фактически церковь действительно сделала супругов единым целым. Мужчины стали осознавать, что жена это единственный человек, который будет с ними до самой смерти, и что у них на самом деле все общее, включая горе и радость. Женщины стали понимать, что брак теперь, это навсегда, по крайней мере формально, о разводах будет чуть позже. А значит, хорош муж или плох, надо к нему приспосабливаться, потому что теперь их благополучие или неблагополучие всегда будет совместным. Можно сказать, что христианский брак сделал невероятное. Женщина перестала быть имуществом мужа, а стала как бы его частью, мужа. Тем самым ребром, которое когда-то Бог забрал у Адама, а теперь после венчания вручал обратно. Некоторые авторы XIII века даже проводили прямую параллель, утверждая, что жена для мужа все равно, что какой-либо другой жизненно важный орган, как рука или нога, то есть реальная часть его. Положение замужней женщины стало стабильным, любое неуважение к ней автоматически становилось неуважением к ее мужу. Нерасторжимость христианского брака привела и к тому, что жена стала играть большую, чем прежде, роль в общественной жизни мужа. Потому что кому можно доверить защиту замка или управление мастерской во время своего отсутствия? Только жене, ведь она плоть от плоти мужа. А попросту человек максимально с ним связанный, ведь ее благополучие полностью зависит от благополучия супруга. Его выгода — это ее выгода. Кроме того, объявив сексуальные отношения вне брака, то есть не с целью законного продолжения рода грехом, церковь, так сказать, перекрывала мужчинам доступ к телу, женщина стала более недоступной, принуждение ее к сексу вне брака стало считаться и грехом, и серьезным преступлением, в том числе и когда речь шла о женщине, стоящей намного ниже мужчины по социальной лестнице. Но недоступная женщина, естественно, повышала и их ценность. Конечно, все это было в основном в теории, но на таких теориях воспитывались поколения за поколением, что в итоге привело к медленной, но заметной переоценке места и роли женщины в мире и в обществе в целом.